Здравствуйте, дорогие! Сегодня у нас на повестке дня Фью Джекмар. Замечательный мужик. Замечательный актёр. Человек достаточно образованный. Он у нас закончил специальность по специальности коммуникации Сиднейский технологический университет. Вот так-то. Он у нас учился много и долго. У нас у себя актёрские курсы и закончил трёхлетний курс в Академии ВАПАВПЕРТЕ. Это австралийская академия актёрская. Кроме того, ну кроме того, что мы знаем какой он весь из себя красавец-мужчина, он ещё крайне талантлив. Значит, он танцует, он поёт, играет на пианино с крепкой гитарей, умеет жонглировать спортивно, неплохо подкован. То есть, что забавно, в детстве он даже был чемпионом по чавканью. Вы представляете, как надо уметь чавкать, чтобы стать чемпионом? Ну вот он умел. Кстати, немногие его помнят вот таким, какой он когда-то был. Немногие его тогда заметили. Я считаю, что он невероятно похож на Леонардо Вайкинга молодого. Мы его помним вот таким, какой он сейчас и есть. Взрослый, немножко в морщинках, но очень секси бой. Кстати, супруга каждый раз, когда считает, что он может задрать нос, как суперсекси-сингл, названный пиплом в числе самых красивых мужчин мира, она ему вслед орет «Слышь ты, секси, а ну захвати мусор по дороге!» Ну и Хью не обижается. Кстати, наш Хью, он единственный исполнитель в истории Бродвее, который умудрился получить все премии театральные в течение одного сезона. Это и Тони, и Драма, Дэск, и еще там какая-то. Короче, схватил все, что мог. У него еще и премия от имени Фредастера, как у хорошего танцора. Ужик он спортивный, хобби у него очень интересные. Играет он в гольф, регби, крикет, он хорошо плавает, он прыгает в высоту и занимается виндсерфингом. Он летает на планере, то есть он не ходит на планер, а он летает на планере. Он любит походы, в основном пешие. Вот, любит мотаться в Египет, был на сафари в 2004 году, в ЮАР, даже стрелял. Не любит надевать носки. Любит большой теннис, но не играет почему-то. Любит фильмы ужасов, но не снимается в них тоже почему-то. Ну, нельзя же Люди Икс назвать фильмы ужасов. Из пожрать, ой, попить он любит джин-тоник, а вот из еды он любит, как он выражается, ему всё люблю, что жена готовит. О, моя собачка уже тут, как тут. Вот, что у нас ещё хорошего? Ах, да, он очень любит детей, своих детей. У него чудные дети, ничего не скажешь. Мальчик и девочка, которых они усыновили с женой. Кстати, супруга, его супруга на 13 лет старше него, тоже актриса. И я вам скажу, дамы, вы можете совершенно спокойно отхватить себе красивого мужчину, если будете немножко старше и умнее. в личной жизни Хиво занимается огромным количеством фондов, то есть он даже не хочет употреблять это слово, член огромного количества всяких благотворительных фондов. Он занимается рекламой, он ездит, его очень часто приглашают, как невероятно обаятельного человека, в разные совершенно проекты телевидения и кино, он был в России, он ездит по миру, ругается, он замечательно, любимые слова буллфит. Кстати, он близко дружит с Николь Кидманом, которая у нас будет скоро передача. сегодня, и не только сегодня, он увлекается интернет-проектами, в частности, он держит процветающий интернет-магазин кофе, а можно купить очень неплохие и достаточно редкие софта кофе, не буду его тут рекламировать, но так к сведению, кто захочет, тот найди. Как отец, он просто замечательно, он обожает своих детей, старается проводить с ними все хэллоуины, вот вам по фотографии смотрите, вот, и сейчас, сейчас, он снимается, он продолжает сниматься, так что продолжайте его любить, он того стоит, всем удачи!